Всем привет! Вы на канале Все вокруг нас. И наверное по названию к этому видео вы поняли, что сегодня я буду рассказывать, чем кормить улиток охотин, чтобы они были здоровыми и у них была здоровая ракушка. Этим вопросом задаются многие люди, которые хотят только завести улиток охотин, потому что улиткам охотинам не все можно и они не все любят кушать. Поэтому в этом видеоролике я вам расскажу, что им можно давать из еды и чем нужно сыпать, какими витаминами, чтобы у них росла ракушка. Из овощей улиткам охотинам можно огурец, только не в больших дозах, потому что если вы постоянно будете давать огурец своей улитке, она будет отказываться от всей еды, которую вы будете ей давать. Кабачок, помидор, цукини, морковь, капусту, батат, брокколи и так далее. Из овощей можно в небольших количествах. Баклажан молодой, не зеленый, не перезревший, артишок, брюкву и так далее, то что вы видите на картинке. Овощи, которые нельзя давать улиткам. Редис, репа, лук, чеснок, острый перец, картофель, редька и так далее. Фрукты, ягоды, которые можно давать. Яблоко, груша, абрикос, персик, черешня, малина, клубника, виноград, арбуз и так далее. Фрукты, ягоды, которые можно давать в небольших количествах. Киви, слива, хурма, мандарин, фейхуа. Фрукты, ягоды, которые нельзя улиткам. Лимон, апельсин, гранат, грейпфрут, голубика, крыжовник и все остальное, то что вы видите на картинке. Травы и зелень, которые можно давать улиткам. Спаржа, базилик, рукола, укроп, салат, шпинат и так далее. Травы и зелень, которые можно в небольших количествах. Сендерей, мята лесная, другие пряные травы. Травы и зелень, которые нельзя давать улиткам. Иван, чай, мелиса, хрен, ревень и так далее. Листья, которые можно давать улиткам. Березы, дуба, желательно сухие, клёна, липы, осени, рябины и остальное. Листья, которые нельзя давать улиткам. Листья ореха, тополи, липы, облепихи, айвы, рябины, калины, крыжовника и остальное. Другое. Можно давать лишаник, мох, ягель, сухофрукты, домашние, соки, свежевыжатые, любые съедобные грибы, сырые и сушеные. Другое. Можно в небольших количествах. Пюре из овощей или фруктов без соли и сахара. Другое. Нельзя улиткам давать. Соль, сахар, специи, мёд, мучные изделия, хлебобулочные изделия, продукты со специями, макароны, консервы, жареные, тушёные, жирные, кислые, вяжущие. Но это ещё не всё. В еду обязательно нужно добавлять кальций смеси. Они вот так вот выглядят. Называются охотинка. Они придаются в любом зоомагазине. Вот столько у меня осталось. Оно в виде порошка вот такого белого. И в состав входит раковина моллюсков, скорлупа куриных и перепелиных яиц, сепия, это тоже очень обязательно для улиток нужно, чтобы у них росла ракушка, мел, овёс, гречка, кукуруза, пшеница, гомарус, рыбная, рыбная мука, мясо, костная мука и 3 кальция, фосфат, витамины, минеральный комплекс. Я так с остановкой мечтала, потому что я живу в Украине, и здесь всё написано по-украински, а я вам переводила на русский. Вот такой вот универсальный комплекс охотинка. Такой вот порошочек, вы видите его тоже вот в моих охотинок. Еда наложена, это салатик, яблочко. И вот посыпано такой вот белый порошок кальций смеси. Их нужно обязательно сыпать, если вы хотите, чтобы у вашей улитки выросла большая ракушка, и их нужно сыпать именно на еду. То есть я вот видела там где-то на картинках, где-то у блогеров, то, что в одной мисочке еда без кальция, а в второй кальций нужно сыпать именно на еду, потому что улитка может покушать, а кальций она может даже не заметить. А так как когда она кушает еду, она кушает вместе с кальцием. Так что обязательно сыпьте кальций не в отдельную тарелку, а именно вот на еду. Это обязательно нужно улиткам. Также им нужно ложить еще сепию. Но сепию, вот например, где маленьких улетят, просто вот этих вот кальций смеси она есть, поэтому улетят им не надо сепия. А вот когда они уже там станут подростками, то им нужна эта сепия. Вот сейчас вышла картинка, как она выглядит. Это панцирь каракатицы. Я вам читала в составе кальций смеси, там она есть. И пока улетят там маленькие, им это не нужно. Потом, когда вырастут, обязательно тоже это нужно для раковины. Есть еще добавка, которую нужно ложить улиткам. Это вот такие вот маленькие креветочки. Называется гомарус. У меня вот в такой вот баночке я пересыпала. Баночка чистая, это просто вот следы остались. Это такой вот как гомарус. Видите? Его нужно тоже ложить в еду, но не так часто, не с каждым приемом пищи. Его нужно ложить где-то, ну, два раза в месяц. Ну, можно три. Вот так вот берете этот гомарус, перетираете пальцами. И вот так вот, как порошочком, сыпите в еду. Вот так вот. Обязательно перетирайте пальчиками. Взрослым улиткам можно и не перетирать, а вот улетятам нужно перетирать. Ну, на этом и все. В этом видеоролике я вам рассказала, чем нужно кормить улиток охотин, чтобы они были здоровыми. Если вам эта информация была полезна, пишите в комментариях. Также ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, потому что на этом канале будет очень много полезной информации про улиток и вообще про всяких животных. Спасибо за просмотр. Всем пока. Подписывайся на канал. Все вокруг нас. Ставь лайк и пиши комментарий. Новое видео очень скоро.